Сравнение налогов Объединенных Арабских Эмиратов и России Самое важное, что вам нужно знать 2022 год стал годом, когда российские предприниматели начали активно открывать свои бизнесы в Объединенных Арабских Эмиратах При этом не все разобрались с тем, какие налоги есть в Объединенных Арабских Эмиратах Как сдавать бухгалтерскую и финансовую отчетность Поэтому сегодня я вам расскажу, в чем разница в налогообложении России и ОАЭ Расскажу вам, что будет, если не платить налоги Какие штрафы грозят вам И самое важное, я вам расскажу о скрытых налогах, о которых никто не говорит Итак, давайте разберемся со ставками налогов Первый и самый большой налог в России, который не любят предпринимателей, это НДС Как мы все знаем, в нашей стране НДС составляет 20% В Объединенных Арабских Эмиратах ставка НДС намного ниже, 5% Это я считаю существенным преимуществом и это упрощает жизнь для многих предпринимателей Кому больше нравится так же, как и мне ставка 5% НДС, ставьте лайк под этим видео Второй налог, это налог на прибыль В России он составляет 20% Это тоже такая существенная цифра, которую не очень любят платить наши предприниматели В Эмиратах до этого года налога на прибыль совсем не было И с 1 июля 2023 года вводится корпоративный налог Это тот же самый налог на прибыль и он составляет 9% Поэтому мы берем за основу этот налог и говорим, что он существует Третьи налоги, это налоги с зарплаты В России налоги с зарплат в общей сумме составляют где-то 43% от суммы зарплаты Огромная цифра, из-за которой многие не хотят платить эти налоги В Эмиратах налога на зарплаты нет, то есть он составляет 0% Четвертое налоги на дивиденды В России налоги на дивиденды из бизнеса составляют от 13% до 15% В зависимости от их размера Это равно ставке НДФЛ В Эмиратах налогов на дивиденды нет совсем, ставка 0% Как вы видите, ставки налогов существенно ниже И может показаться, что все супер классно, очень просто и почти налогов нет Но это не так В чем особенность отчетности и ведения бухгалтерского учета в Объединенных Арабских Эмиратах? Первое и самое главное, то что отчетность ведется по международным стандартам финансовой отчетности Как мы знаем, в России действует отчетность по РСБУ по российским стандартам Разница заключается в другом порядке и формах ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности И самая большая разница заключается в том, что первое, ты должен ввести свою бухгалтерскую базу в специальной программе То есть ты не можешь ввести ее в каком-нибудь Excel, либо в своей собственной программе И налоговая оценивает твою деятельность не с точки зрения твоих налоговых отчетов, а с точки зрения доступа к этой программе И налоговый орган, когда захочет, может зайти к тебе в базу и посмотреть и дать оценку А если у него возникнут вопросы, тебе может прилететь запрос А как она здесь появилась вообще? Откуда она здесь появилась? С требованием предоставления документов, либо пояснений по тем или иным вопросам Если ты эти пояснения в течение четырех дней не предоставляешь, тебе грозят большие штрафы до начисления налогов и другие проблемы, к которым мы, российские предприниматели, не привыкли Еще важный нюанс В Эмиратах нет компаний-посредников между государством и налоговой службой К примеру, в России отчетность можно подать через разные сервисы В Эмиратах ты должен сдавать отчетность через сайт ФНС У тебя есть прямой доступ и очень простой порядок сдачи этой отчетности В принципе, отчетность может сдать даже не профессиональный бухгалтер, но есть вероятность, конечно, ошибки Еще один интересный нюанс, это то, что в Эмиратах нет обмена данных между банками и налоговой Как мы знаем, в России ФНС автоматически имеет доступ ко всем банковским счетам, ко всем операциям с собственностью какой-то А в Эмиратах этой информации у налоговой нет, и она руководствуется только той информацией, которая есть в вашей бухгалтерской базе Все вот это упрощает ведение учета для предпринимателей в Эмиратах Если ты ведешь нормально бухгалтерский учет, ты ведешь свою бухгалтерскую базу по всем стандартам Международным стандартам финансового учета, налоговая к тебе в принципе не придет У тебя не будет налогового контроля, и ты даже не будешь знать о том, что за тобой контролируют А вам как такая форма налогового контроля, когда налоговый орган не делает запросы, а сам заходит в вашу базу и смотрит все, что ему нужно? Напишите в комментариях А теперь самое интересное Несмотря на то, что в Эмиратах очень низкие налоговые ставки, в этой стране есть по факту скрытые налоги И вход в бизнес не такой простой, как в России Первое, при регистрации компании в Эмиратах, ты не можешь выбрать бесконечное количество видов деятельности, как это в России Тебе нужно выбрать один вид деятельности, которым будет заниматься твоя компания и купить лицензию на этот вид деятельности Лицензия действует на протяжении одного года и стоит примерно 5000 долларов Сколько? Если ты хочешь вести деятельность по двум направлениям, как мы привыкли, два акведа Или заниматься там, оказывать услуги и продавать товары Тебе нужно иметь две лицензии, то есть в год платить минимум 10 тысяч долларов за эти лицензии Скрытый налог, который по сути заменяет все налоги в сфере зарплат Плата за Emirates ID, то есть это вид на жительство в Эмиратах И за иммиграционную карту, кроме того, есть еще такое понятие, как квота Миграционная квота, и за эту квоту тоже нужно платить И каждый предприниматель платит за всех своих сотрудников Платит за визу, за Emirates ID, за квоту и за возможность оформить своих сотрудников Ежегодный платеж за все вот это, связанное с оформлением сотрудников От двух до трех тысяч долларов, это тоже, я считаю, достаточно серьезная цифра Если сравнивать налогообложения для стартапов, для малого бизнеса, для тех, кто только начинает В России, конечно, вход намного проще Тебе не нужно нести огромные расходы на регистрацию, ты можешь это сделать совершенно бесплатно Тебе не нужно платить за лицензии, у тебя может быть бесконечное количество акведов И только один сотрудник в виде вас же, как директора компании, по которому вы будете платить налоги В Объединенных Арабских Эмиратах действуют очень большие штрафы за несвоевременную сдачу отчетности И за неуплату налогов Также в Эмиратах действует уголовная ответственность за неоплату налогов, если эта сумма превышает 100 тысяч долларов Несмотря на то, что у налоговой есть доступ к вашей бухгалтерской базе, вы также обязаны сдавать отчетность Раз в квартал, раз в полгода и раз в год, так же, как, в принципе, в России То есть нет понятия камерального контроля, как в России То есть у нас, когда ты сдаешь любой отчет, тебя сразу камералят, запрашивают документы, а там нет, по сути, камерального контроля И если говорить про скорость наказания в Дубае, там это происходит мгновенно У вас нет возможности оспаривать что-то, у вас нет возможности давать какие-то комментарии, вы просто должны заплатить Со всеми нюансами ведения бухгалтерского и налогового учета в Объединенных Арабских Эмиратах С создачей бухгалтерской и финансовой отчетности помогает моя компания, которая называется Global Tax Assistant Мы специализируемся на бухгалтерском учете и предоставлении услуг в сфере налогового консультирования Поэтому с любыми вопросами в сфере бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах Вы можете обратиться в мою компанию, ссылка в описании, оставляйте заявку и мы с вами свяжемся Спасибо за субтитры Алексею Дубу!